14 лет со дня создания Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний. В актовом зале Керченской исправительной колонии собрались сотрудники этой далеко не легкой службы. Их пришли поздравить со знаменательной датой представителей сопредельных организаций и ведомств. От имени городского головы именинников приветствовала его заместитель Марина Сорокина. Разрешите мне поздравить вас всех с профессиональным праздником, пожелать вам здоровья, успехов в вашем нелегком, но таком нужном труде, пожелать вам счастья, вам и вашим семьям. Городскими наградами, благодарственными письмами, грамотами с вручением почетного знака города-героя награждаются лучшие представители службы. Заместители начальника Василия Гловацкий и Дмитрий Громов. Именные часы от городского головы Марина Сорокина вручает начальнику колонии Эльдару Муждабаеву. А затем наступает очередь принимать поздравления и самих сотрудников от своего начальства. Благодарности за высокий профессионализм в работе получают Валентина Артамонова, Виолетта Василец, Рианая Велешаева, Татьяна Кочурова, лейтенант внутренней службы Татьяна Рубанова, прапорщики внутренней службы Наталья Петрашевская, Елена Мирошникова и другие. Медалями защитник Отечества награждаются старший лейтенант внутренней службы Айше Цыганкова и начальник участка социальной реабилитации капитан внутренней службы Денис Самойленко. Сегодня в Керченской исправительной колонии работают более 200 человек, 30% из них с высшим профильным образованием. Гости из Керченского военного комиссариата, прокуратуры, исправительного центра, управления МЧС, 1-й городской больницы один за другим поднимались на сцену с поздравлениями, пожеланиями, подарками. От лица прокуратуры города Керчень я хочу поздравить вас с 14-й ходовщиной образования Департамента по вопросам исполнения наказаний, а также образования Керченской исправительной колонии 126. Вы выбрали тяжелую, временами неблагодарную службу, однако гордо несете свой долг. Знаете, что вы нужны и стране, и любимому городу пожелать добра, справедливости, улыбок, чтобы вы стремились к лучшему. Обязательно это лучше придет, и было лучше, и в семейной, и на работе спокойствия. Успехов и удачи на работе. Пожелать вам всем крепкого здоровья, силы, воли, божества, духа, я думаю, вам и так не занимать, семейного благополучия, и, конечно, чтобы государство помнило о вас и достойно отзывало ваше труд. Мы где-то в каком-то роде с вами коллеги. Это тоже самое относится к медикам. Мы стоим на страже здоровья физического человека, а вы стоите на страже здоровья нравственного и морального. Поэтому, как я и медикам говорю, и желаю всегда, для того, кто стоит на этой страже, сам должен быть здоров. Желаю вам самого крепкого здоровья, счастья, благополучия и удачи. Керченская исправительная колония была создана на базе бывшего ЛТП в 1999 году. В разные годы ее возглавляли Михаил Тимохин, Николай Попов, Сергей Велишаев. Им есть что вспомнить, о чем рассказать правоприемникам. Наверное, интересно, с чего начиналось здесь. Тогда был ЛТП-23. Я был начальник ЛТП. Вызвали буквально 5 февраля меня в Киев и команда. Трое суток написать план перепроферирования ЛТП-23 в колонию сильных режимов. Вот что хочешь, то и делай. Ну, в общем, оказалось, что я сумел. Дорогие мои коллеги, поздравляю вас с профессиональным праздником. Желаю вам большого продвижения по службе, благополучия в семье. Крепкого-крепкого вам здоровья. Разрешите поздравить близких к сердцу вам людей, кто разделяет этот тяжелый труд. Провожают, переживают, волнуются, встречают, радуются. Хочу заметить, да, небольшой срок, еще не от года, как поменялось здесь руководители новое. И все изменения вы видите налицо. Хотелось бы, чтобы все обычные традиции, чтобы все возродились и продавали. Я думаю, что все это возможно. А то, что касается нас, мы рядом, всегда придем в одну помощь. Неправильно было бы думать, что столь строгое учреждение живет своей замкнутой жизнью. Как пример, на протяжении многих лет оно шествует над детским садом «Капелька». И их подопечные в день создания департамента по вопросам исполнения наказаний тоже не захотели оставаться в стороне. Дорогие наши шефы, мы сами признаем, что порою не всегда мы хорошо себя ведем. То мы строим, то мы роем, то течет у нас вода. И поэтому с визитом рады видеть вас всегда. Поздравляем, успехи. Ольга Лукьянова, Евгений Пухкало, Новости дня.